Привет, я Ксения Вятская, я фуд-коуч и автор проекта «Усё своё». Я поддерживаю белорусских фермеров, местный продукт и знаю всё о качественной белорусской еде. Я обожаю еду и люблю очень много есть, но сегодня я не буду это есть. Привет, Беларусь, мы дома. Мы вспомним старые рецепты, но приготовим их по-новому. Сало, бульба, капуста. Траники, травянка, жур. Что не любят есть белорусские звёзды? Кто готов сегодня встретиться со своими детскими кулинарными кошмарами? Я, Ольга Прыгарова, докажу, что вкус не имеет границ. А я, Александр Чкелевский, покажу, что классика бессмертна. Шефам повезло. Наша сегодняшняя гостья очень любит еду. Настоящую еду. Ксиша, привет. Привет. Рада тебя видеть. Как дела? Ну, у меня всегда хорошо дела, но сегодня ещё лучше, потому что я давно мечтала с вами познакомиться, смотрела ваши выпуски, ваши передачи, и думаю, боже, ну неужели меня когда-нибудь позовут. И вот меня позвали, и я сегодня с вами очень рада. Я не просто рада, я очень счастлива, что вы позвали меня. Хочу спросить у тебя о твоей, скажем так, может быть, детской, может быть, приобретённой фобии, как мы говорим, или кошмара кулинарного. Что тебе не нравится? Какое блюдо? Есть вкус, который я просто не могу понять. Это солянка. И вот это всё солёное, которое сварили, я просто вообще не догоняю, зачем. Солянки, сочетание колбасы и солёных варёных огурцов кажутся мне просто отвратительными. У меня была просто ситуация, когда я долго-долго ехала в Крым, знаешь, суток трое, наверное, мы так долго добирались, ну, по молодости, автостопом туда-сюда, и голодные прилетели в Севастополь, и там была на рынке такая стекляшка, раньше называлась, такая вот кафешка со 70-х годов. Вот, и я говорю, давай там солянку! Мне казалось, что сейчас она как меня всю там наполнит. Я её съела, потом мы поехали на ялики, на лодки, там, по морю, на затерянный мир, и, в общем, вся эта солянка вылилась обратно в море. И я поняла, что больше я так экспериментировать не буду. Я тогда первый раз в лет 18 её съела, вот, и последний. Так, может быть, просто на море? Мне кажется, это морская болезнь, но не солянка. Саша похож на такого гриба-боровика. И он такой красивый, добротный и, знаете, редкий, желаемый. Оля подберёзовик. Она такая беленькая, светленькая, и какие-то воспоминания о такой девичьей юности. Ну, тогда мы вынуждены тебя пригласить. Огорчить, да, и пригласить. Пригласить на передачу, это обрадует. Да. И, ну, чего огорчить, и попробовать приготовить себе солянку. Я мечтаю об этом, потому что я думаю, что вы как раз сделаете всё так, ну, и я-то уже повзрослела, что мои вкусы изменятся, и я сама, может быть, когда-нибудь приготовлю. Только если вы меня научите. Конечно, с удовольствием. У нас познавательная передача. Да. Готовим с Сашей Олей. Да. Ну, и я вас тогда приглашаю к себе в гости. Посмотрите, как я живу, как я изменила в этом году свою жизнь. Стала доуншифтером, поменяла город на село. Вот, ну, прогуляемся, поедим у меня. Шикарно. Да. Супер. Поехали. Собираемся. Поехали. Поехали. Я слышал о Ксении, поэтому было классно пригласить её к нам в студию. И к ней съездить, кстати, домой тоже было замечательно. Ну, и как живётся в деревне? Вот шефы пусть и проверят. Здравствуйте, дорогие гости! Я так рада вас видеть у себя. Ко мне редко приезжает, кто-то доезжает, говорят, что я в такой глуши живу, что не доберёмся. И я очень рада, что вы добрались, наконец-то, и мы можем спокойно попить кофейку вместе. Первый вопрос. Как вы докатились до жизни в деревне? Просто это постепенно как-то происходит. Вот я начала заниматься этими фермерами, стала к ним ездить, смотреть. Потому что в основном уже современные белорусские фермеры это такой дауншифтер тоже. Это не тот, который всю жизнь сидел в деревне и тут решил какие-то элитные сыры делать. Нет. А это тоже те люди, которые переехали в деревню и в столице. И вот они делятся своими историями. Я вижу, что в деревне тоже можно жить чисто, нормально. Потому что сразу все думают, там, в Янске живет в деревне, значит, у нее там туалет на улице. Ну и такие вещи. Типа ужас. А что внутри внутри? Да, а что бывает такое? А оно есть. И мы просто хотели, чтобы все так вот красиво, постепенно, потихоньку это все будет. И сразу какой-то воздух другой. Не городской. Да, блинами пахнет. Блинами пахнет. Сразу. И таким льняным маслом, который промазан на дерево, что-то такое. Ксения, а что вот здесь вот, чем занимаешься каждый день? Какие интересные вещи? Я слышал там кленовый сироп или кленовый сок. До кленового сиропа еще у меня задача стать сначала министром там чего-нибудь питания, засадить кленовые какие-нибудь рощи. И только тогда мы перейдем к белорусскому кленовому сиропу. Потому что нужно очень много. Клен дает очень мало сока. Но у нас растет во дворе три клена. И мы в прошлом году стали собирать сок. Ну, как собирать? Это там максимум литр, наверное, с трех соберется. Это не береза, которая очень много дает. Для нас стало открытием, что любое дерево дает целительный, целебный, волшебный сок. Кленовый сок можно сделать продуктом Беларуси, только если засадить огромные рощи кленовых деревьев. Многие такие вещи, которые я сама открываю для себя в деревне, я начинаю транслировать в мир, а мир, оказывается, не знает. Мне казалось, что все уже открыто для меня. Видно, что она очень добрый, открытый человек. И у нее реально невероятно блестят глаза. Я давно такого не видела, чтобы человек так горел жизнью. Я думаю, просто забыли. Люди, наверное, просто забыли. Привыкли жить в городах, а там свой ритм, своя жизнь. Закинь меня на недельку в деревне, я тут, наверное, с ума сойду. Я буду не знать, куда деваться. Тебя потом отсюда забрать будет невозможно. Ты будешь цепляться за кленкой, дайте мне сок, не забирайте меня отсюда. Стол заставлен. Ксения, может, уже угостись шефов? А то они приуныли что-то. И давайте еще вот блинчики. Рыбку тоже сама я солила. Сама растила, сама собирала. Было бы, конечно, хорошо. В Полесье есть мука, которую они сами выращивают, чтобы не обрабатывалась никакими пестицидами. Это рожь, пшеница. Ее совсем чуть-чуть они делают. Не знаю, сколько мешков, 10. Это блины оттуда? Нет, это из обычной. Из нее не сделаешь блины. Она такая, ну, суровая. Тяжелая тяжелая? Да. Но они научили меня делать, по их это, пряники, но там сладостей очень мало. В общем, я дусь такие пряники. И говорят, что когда ты его ешь, то калорий тратится больше, нежели это поступает. Это надо сделать такие пряники. Вот. Ну, мы с вами сделаем эти полетские пряники, посмотрим, может, в ваших руках они по-другому как-то получатся. Ты будешь делать, а я бы есть. Да, ради бога, пожалуйста. Отлично. Меня устраивает. По кухне начал разноситься запах жареного халуми с мятой. Даже я чувствую. Кажется, уже пора снимать с плиты. Мне понравились блины у Ксюши дома. Очень понравилось их есть. Правда, понравился халуми. Он очень-очень вкусный. Это для меня был такой первый домашний сыр, который я ела в жареном виде. Ну что же, Саша, сделаем полетское печенье. Вот, а тут даже все написано, что это мука из деревни Хвоинская. Это на Припяти, там прямо в заповеднике небольшая деревенька. Там живет гастроэнтузиаст Настя, которая сама по заказу выращивает рожь и пшеницу, сама измельчает муку. И вот у нее там небольшое количество этой муки есть, но она реально какая-то волшебная, совершенно с другими какими-то свойствами. Вот, и она мне показала, как делать это печенье. В общем, все на глаз. Как мы любим. Тогда я буду... Ты руководи, я буду делать. А что руководить? Просто муки. Сколько? Да, много. Ну, то есть, так сказать, побольше. Муки побольше. Да. Она, вот видишь, такая какая-то сероватая. То есть, я такую первый раз видела. Она получается как неочищенная. Да. Самая классная. Да. Желудевый кофе классный. Вот. И теперь яйцо, масло, можно вот обычное, можно топленое. Это как... Хорошо. Как вот тебе доверять. Все ингредиенты тщательно перемешиваем чистыми руками. Так, надо пробовать. О. Чуть-чуть. Идеально. И вот согласитесь, она только сразу слепливается как-то странно, что прям чик и слепилась. Оно не липнет к рукам. Да. Сильно. Вот я его вымешиваю, и оно, в отличие от магазинного теста, нет вот этой вот фигни всей, которая прилипает к рукам. Класс. Скажите. Так, вот делаем такую колбаску. Можно мне ножик небольшой? Ножик. Сейчас. Делаем. Раз. И вот так кладем? Нет, еще не все. Еще не все. Я ж не зря оставлял здесь рюмочку. А, слушайте, как приятно, что вы ко мне приехали. Вот смотрите, мы сделали вот это. Так, ну, печеньки должны быть красивые. Да. Правильно? Да. Поэтому мы берем сюда. Оп. А-а-а. Волшебство. И все это вот из подручных материалов. Все. И не надо никаких там вот этих лишнего. Абсолютно. Правильно. Рисунок может быть разный. Ой, можно я сюда еще вот так сделаю? О, бомба. И вот наши традиционные сухофрукты. Да. Зачем покупать какие-то неизвестно откуда привезенные, там вот что-то супер сладкое, вымоченное в сахаре. Вот, а суши же и клюкву, и эту калину, и иргу всякую, и чернику. Вот оно. Это суперфуд белорусский. О. Все. Вот у нас красивые печеньки. Ну что, ставим. Примитивные пряники отправляем в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов. Пока Саша следит за тем, чтобы пряники не сгорели, Оле повезло больше. Она будет пробовать экзотичный, но наш белорусский свежий кленовый сок. Ну что, это правда клен? Да, это клен, держите. Как вы это поняли? На нем же листьев нет. Мы посмотрели осенние фотографии, увидели, что он весь, ну, как классический клен в желтых листьях, и поняли, что это клены, и вот теперь мы уже это знаем. В общем, вот это все, что набралось за, наверное, неделю, потому что клен дает очень мало. Ну, тут муха, ну, это классика. Ну, понятно, для этого у нас и все. Да, сейчас мы все процедим. Вот он, ну, чуть-чуть желтоватого оттенка. Ну, так-то, по сути, реально, как березовый нет. Да, да. Вот, сейчас мы ее, эту красотку, вот мы вбиваем такую штуку, потом мы, вот она с такой, с дырочкой здесь вытекает, а потом мы замазываем это дерево, и все, красиво. Ну что, прикольно. Пробуйте. Загадывайте желание, если первый раз. Ну, конечно, первый раз. Где же ты, что я кленового соку-то должна была попить? Если бы ее. Давай сюда. Все, есть. Вот, она тоже. Привет. Привет, пока. Здрасте. Я чуть-чуть в стороночку. Да, хорошо. Ой, он сладенький. Да. Вот поэтому и делают сироп, потому что он реально обладает какой-то повышенной сладостью. От него пахнет деревом. Да. Так это же называется древесные соки. Ну, и чаще возите меня, конечно, в деревню, я же это так люблю. Сашу соком тоже угостим. Он же заслужил. И как раз наши примитивные болезнские пряники подоспели. По-моему, хорошо получилось. Не хорошо, а гениально. Это просто супер. Дети, идите попробуйте печенье. Давайте. Помните, я такое делала, но не так красиво. Стойте, стойте. Как печенье без молока. Ну, давайте с молоком. Мы же в деревне. Ну. Ну что? Ну что, вкусно? Может, мы сами попробуем? Наконец-то. Ну что, а вот оно такое мягкое. Кстати, оно очень даже, да. Вкус? Какой это? Натуральный, натуральный вкус. Немного сахара. Меда, вернее. Да. То, что надо. И кислая вот эта вот калина просто идеальна. И все свое. Да, это главное. Я знаю процентов, наверное, на 98, что большинству людей, которые будут есть такое печенье, оно не очень понравится. Почему? Потому что мука другая. Все привыкли к этой пышной, очищенной пшеничной муке, когда это все сладенько, все. Это настоящий вкус. Ну что, печенье мы попробовали. Сейчас к нам в студию, на нашу кухню пробовать солянку. Ура! А мы начинаем наш гастрономический батл. В главной роли сегодня солянка. Добрый день. Здравствуйте. Привет, Беларусь! Мы вернулись из Киева и, наконец-то, продолжаем съемки нашей передачи. Ксения, мы благодарны тебе за приглашение, за то, что мы попробовали ксаго, наверное, классный халуми. Мне очень понравился. Да, жарились. Очень интересный был. Блины были шикарные. Спасибо. Ну и кленовый сок. Я, честно говоря, пил последний раз кленовый сок, наверное, когда мне было лет 10. И вот мы вернулись. Да, вспомнил вкус. И мы решили отплатить тебе той же монетой. Да. Приготовить тебе то, что ты не любишь. Прекрасно. Как мы договорились сегодня, это будет солянка. Наша передача очень богат на супы. И поэтому интересно готовить супы, которые люди не любят. Я вообще знаю много людей, которые не едят супы в принципе. Поэтому, ну, довольно интересный опыт. Ну, я приготовлю наваристую такую, скажем, нажористую мясную солянку на копченостях. Приготовлю еще к соляночке подам копченую сметану. Копчить буду. Коптить буду на вишневой щепе. У меня специально с собой есть смоуган-пистолет. Прямо здесь? Да. Обалдеть. Скажем так, готовьте желудки, подбирайте слюни. Скоро мы начнем. Да, Оля произвела впечатление. Осталось только приготовить. А для этого Оле понадобятся по килограмму маринованных огурцов и томатов в собственном соку. 800 грамм репчатого лука, 600 грамм копченых ребер, 400 грамм сорокопченой соляны, 400 грамм вешенок, 120 грамм лимона, 90 грамм маслин, 60 грамм каперсов. Для подачи сметана, зелень и бородинский хлеб. Я решила приготовить классическую солянку, потому что она мне нравится, я ее люблю. Я правда учу всех своих поваров готовить именно такую солянку. Она должна быть только такая. И если честно, везде, где я не пробую солянку, я остаюсь очень недовольна, потому что это невкусно. И я решила приготовить то, что люблю я. Мой рецепт более традиционен, скажем так, для Беларуси. У белорусов тоже нет солянки таковой, но есть огуречный суп. Есть прозрачный огуречный суп, есть изобилинный огуречный суп. Как ни странно, этот огуречный суп подается с грибами. То есть я буду делать такой вариант белорусской солянки, грибной. И отдельно я подам гренки из домашнего хлеба лукового на льняном масле и льняном семени. Для старинного огуречного супа Саша приготовил вполне современные продукты. 500 грамм соленых огурцов с рассолом, 500 грамм репчатого лука, по 300 грамм вешенок и томатов, 200 грамм стеблей сельдереев, по 50 грамм сухих грибов, маслин, оливок и каперсов. Ну и сметану, конечно же. Мой суп был, скорее всего, необычен тем, что грибную солянку очень мало готовят. Ее готовят в основном только на постные какие-то недели, на пост. Ну что, начнем? Без мяса жить нельзя. Я же не против мяса. Но это вот лесное мясо. Лесное. Оно же не ходило. Оно просто росло. Рассказывай, с кем пришла. Подожди. Давай начнем. Ты с меня познакомила. Хорошо. Я пришла со своим мужем. Это Серж. Он мой компаньон во всех не только жизненных вопросах, но и в работе. Наше сообщество, все свое держится на физической силе Сержа и на юридической тоже. То есть весь ваш дом собран его руками? Ну да, да. Он кондитер, у него кондитерская. Ух ты. И поэтому он такой стройный, а я не очень. Потому что он не пробует то, что готовит? Конечно. Он все готовит бесконечно мне. И Зоя, моя подруга, можно даже сказать, боевая. Мы с ней начинали гастроэнтузиазм в Беларуси. Зоя, ну согласись. Я начинала даже раньше. До тебя. Вот с Александром, кстати. Мы все это и начинали. Вот, да. Начинали, начинали. Да так начали, да, что дали почву совершенно новым, молодым ребятам уже на этой ниве гастроэнтузиазма. Сторожки такие. Ну почему? Ну да. Ну да. Это же было очень давно, Зоя. Ну да. Сколько? Семь лет? Восемь лет назад. Да, да. Я присоединила. 50 килограммов назад. Обозначим это так. Слоу-фуд – это та еда, которая выращена на данной территории. То есть локальная еда, местная и близкая вам по духу. Ух ты. Да вы промахатуйте на всю съемочную команду. Не, это все вам. У нас главное правило передачи – пока все не съедите, за стола не встаете. Ура! Поэтому будете рассматривать долго. Это мы можем. И Серж такой, наконец-то! Наконец-то я проявлю свой талант. Я буду готовить солянку на трех бульонах. Это овощной бульон, специально приготовленный. Это грибной бульон и, соответственно, огуречный бульон. Три бульона. Потому что для меня суп – это сочетание очень многих вкусов. А основное в супе – это бульон, то, что дает вкус. Рецепт, на самом деле, я искал в нашем сборнике «Литовская кухарка». И, естественно, солянка – это лук. Для начала – это жареный лук. Самое главное, что я буду жарить его на перетопленном сливочном масле. Я всегда это готовлю таким вот образом. Единственное, что я перетапливал сливочное масло с чесноком и с лавровым листом. Обалдеть! Соответственно, я еще добавил вкус и добавил аромата в это масло. Я первый раз слышу, что можно со специями такими, солеными, передопить масло. С чесноком, с тимьяном, с розмарином, с мятой, с корицей, с бадьяном, с гвоздикой. То есть можно вообще миксовать. Обалдеть! Ну, теперь я расскажу. Значит, я обжариваю бекон из солями, свои копчености. Из копчености надо брать обязательно. Копченая грудинка – это без вариантов. Обязательно с солями. С солями, либо какая-нибудь сыровяленая колбаска. Если у вас дома завалялся еще какой-нибудь шмоточек сала хорошего со шкурочкой, чтобы вот на нем прямо вытопить, все приготовить, это будет то, что нужно. И если попадутся копченые ребра, вот тогда от вашей солянки за уши не оттянешь. Потом я к ним нарежу и добавлю лучок. Ну, на вытопленном из бекона жиру буду обжаривать лук. Сейчас нарезаю огурчики и потом буду припускать их в своем рассоле. Для чего мы их припускаем? Для того, чтобы кожица стала мягче. И огурчики немножко отдали свой кислый вкус. Ты сидишь, перед тобой готовят. И нужно развлекаться какими-то разговорами, что-то обсуждать. А хочется быстрее просто есть. Сегодня у нас вкусно, нажористо, наваристо, сытно. Да, сейчас же уже наконец-то убрали вот это вот бесконечное перекусывание. Сказали, что надо есть, как наши бабушки, два раза в день. Но суп – это славянская еда. То есть это первое, второе, по большому счету, в одном стакане, в одной тарелке. Да, можно сказать, что бабушка твоя по системе периодического голодания питается. Да, интервальное голодание налицо. Да, так поэтому это не сейчас изобрели. Это все было, согласись, Зоя, ты спец по литовской господине. Ой, или они очень хорошо, потому что очень много работали. Поэтому нужна была энергия. Эклораж отличный. Открываешь книжку там. Они еще готовили на двор, ну, если литовская господиня. Возьмите 30 яек там. Это ты. Человек пугается. Он эту книжку открывает, думает, боже мой, что это такое? Так а что, ее потом переписали как-то для обычных объемов или что? Нет, она так остается. Нет, нет, она так и есть. Просто чем мы занимались, например, жорный проект, когда был вместе с мужем, когда мы его делали. Это мы брали эти все рецепты и их как раз-таки переделывали. Брали калькулятор. Да, брали калькулятор. Возвращение, скажем так, к нашим старинным рецептам. В этом сила, брат? Нет, я помню твою эту мазурку, да? Ой, мазурки до сих пор все вспоминают. Сырник, про образ чизкейка. Да, 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 кстати. Да, все люди говорят, ой, чизкейк, чизкейк. Я говорю, да как кто его в Нью-Йорк завез? Наши же евреи завезли из Гродно, которые туда переехали. А потом удивляются, ой, так вкусно, на меду. Я говорю, ну так... Я, честно говоря, настроена так скептически к тому, что меня ждет проба нового образа супа, который я не люблю. Но вот то, что сейчас, как оно все пахнет, оно все великолепно. Ну, хотелось бы, чтобы давали промежуточные результаты попробовать. Я обжариваю лук, обязательно, чтобы он стал слегка таким светло-коричневым, потому что солянка без лука – это никуда. Первое я добавлю... Она обжарилась. Лук обжарился, я добавил немножко овощного бульона, чтобы смешать первую смесь вкуса. Отдельно я обжариваю на перетопленном сливочном масле грибы. Они сейчас пустят немножко сок, потом заколируются, я их добавлю сюда. Потом я буду добавлять уже отварные белые грибы, потом я буду добавлять, нарезать томаты, которые я сбланшировал предварительно. И самое главное – сердцевину не выкидываю. Вот я ее перетер, у меня еще получалась такая вот ложка томатного сока, которая тоже сюда добавлена. Потому что обычно это выкидывают, а зря. А зря. Это нельзя делать. Тем временем огуречный бульон у меня выпаривается, мне просто нужна концентрация. Собственно говоря, через пару минут я его добавлю. Кстати, соли я не добавлял. Соль сыграла за счет огуречного рассола. Жигарно. Ну, запахи просто вообще сводят с ума. Так, а я что? А я уже обжариваю лук с копченостями. А зачем достали вот этот вот механизм? Сейчас начнутся самые интересные части программы – пытки. Так, Оля, а мясо обжаривалось, а потом к нему уже лук? Да, потом к нему лук. Оно вытопило весь свой вкусненький жирочек, ароматный смалец этот. И на нем я обжариваю дальше лук. Здесь у меня все еще припускаются огурцы. А этим блендером я сейчас что буду? Томаты перебивать. А вот ты сказала с собственным соком? С собственным соком томаты пилати. Не люблю готовить с томатной пастой, потому что она кислая. Если ее делаешь не дома, а покупаешь в магазине, то она очень сильно кислит. А пилати, они абсолютно нейтральные. Ребята, какие там еще вести со слоуфудовых полей? Если так вот копнуть хорошо, то все у нас есть. Просто что этим надо заниматься и продвигать. И то, что, скажем так, появляются, находятся люди, которые это делают, это здорово. А трюфели вы ели белорусские? Да. А кто это стоит? Как черный трюфель, белый. А где, откуда? Ну, территориально. Мне привозили из Подминской области ребята. Дайте мусик, ребят. Ну, правда, они хотят цену, конечно, французских. Ну, конечно. Ну, это понятно. Да их там как-то со свиньями еще, да? Да. Это в Дубравах каких-то. У меня просто папа географ, и я к нему постоянно пристаю. Там вот что, ей еще нет. И он сказал, что во время войны или после, там, все наши дубравые основные вывезли. И поэтому вместе с ними, ну, с этой коренной системой и трюфеля тоже вывезли. Да, поехали. Но еще остается, видимо, где-то что-то появляется, это есть. Ну, на Полесье. На Полесье, да. Тем, у нас новый гость. Чтобы так дети легко появлялись. Принесла, а вот и ребенок. Здравствуйте. На, Тобе. Это Руфина. Она проснулась. И будет сейчас сидеть, тихонько, надеясь, тихонько, да, есть ее печеньку. Вот. К своему мясу и луку я уже добавила вешенки. Здесь закипает тихонечко куриный бульон, который я заранее готовила. Туда же я слила рассолок маслин. Сейчас я еще к мясу добавлю томаты пилати. Они немножко вместе протушатся. И потом все это в кастрюлю. И, я думаю, очень-очень скоро вы будете уже пробовать. Ура! Волянку. Саша, какие у тебя этапы? Вешенки у меня уже там. Сейчас я белые грибы отварные обжарю опять-таки. Вообще, если бы у меня было большее количество грибов, я бы туда положил и опята, и листички, подосиновики, грузди. То есть, может, чем больше грибов, тем интереснее и интенсивнее вкус. В конце я добавлю сюда бульон из подотварных грибов. И самое главное, белорусцы не добавляли огурцы, они добавляли рассол. То есть, огурцов там не будет, но будет вкус кислоты. Паривал огуречный рассол. Личная жидкость уходит, концентрация вкуса остается. Опять-таки, да, там будут каперсы, там будут оливки, все остальное. То есть, ну, это будет солянка, я говорил, солянка по-белорусски. Ну, или огуречный суп, чтобы никого не обидеться. Когда шефы используют профессиональный жаргон, мне кажется, что я нахожусь просто на каком-то суперкрутом ресторане, и они мне позволили прикоснуться к их вот этому волшебству. Я сейчас вам расскажу, а вообще, с чего начинается солянка. Солянка вообще со старта был такой суп калья. Его готовили на крепком рассоле огуречном. Туда шел непосредственно сам рассол, шла красная рыба, очень достаточно много, и нарезался огурец. Все, отлично, сейчас запах пошел, все, хорошо. Нарезался огурец, и это все варилось. Это подавалось как блюдо на следующий день. То есть, если накануне был хороший праздник, это подавалось как на следующий день. Почему? Потому что после калии появились такие супы, которые назывались похмелки. Название говорит само за себя. Понятно. А уже с похмелки появилась солянка. Ну, это такой краткий курс истории. Солянка действительно может считаться похмельным супом. Потому что, когда на утро ты готов умереть после тяжелых праздников, после бурной ночи, ты кушаешь жирную наваристую солянку, она поднимает себе просто ощущение жизни, ты хочешь жить и съесть еще тарелочку. Ну что, там уже магия. О, что это за агрегат? Это... Смокинган. Коптильный пистолет. По-нашему, по-простому. Мне хотелось, чтобы к моему, скажем так, традиционному рецепту солянки, моей, было что-то необычное. Поэтому я решила подкоптить сметану. Магия. Значит, пистолет. Бесплатное приступление. Шланг. Наш, собственно. Щепан. Так, смотрите. Пошел. Вау. Это прям кальян такой. Русь, смотри. Это не кальян. Русь, смотри. Саш, подержишь секундочку? Давай. Боюсь, чтобы не ляснулся. Значит, нам надо будет пленочка, мисочка с нашей сметаной. И мы сейчас опустим туда дыму. Коптим. Подпустить. Коптить, коптить. Это называется. Оп. Вот так у нас. Двух соперничества есть, но помогать мы друг другу должны. Так, Оля, как вы это делаете? Кто вам помогает? У меня очень много подчиненных. Обычно они меня в беде не бросают. Прекрасно. Быстренько достаем и закрываем. Обычно еще в поло ходит и командует. И все. Оно просто напитывается ароматом вот такого дымного. Если вы слишком долго подержите сметану с ароматом дыма, она будет горчить. А у меня получилось вот реально очень вкусное, с легким послевкусием, ну реально копченой щепы. Ну очень крутая штука. Впервые вижу, как коптят сметану. Вот этот агрегат какой-то необычной, щепки. Это такое ощущение, будто бы ты находишься где-то в лесу, но одновременно на какой-то очень крутой, высококлассной кухне. Самое главное. В солянке никогда не должно добавлять сахар. В солянке никогда не добавляется сахар. Сахар в солянке – это мой бетон. Для меня. Смотрите, на лесу Оля. Она стоит с сахаром. Смотрите, мы сейчас идем вразрез с правилами Чикилевского. Саша, смотри, как я это делаю. Это не правило Чикилевского, это традиционная подача. Мама, что нам делать? Что ты делаешь? Чикилевский, пожалуйста, научись готовить молча. Если я кладу туда сахар, значит, я считаю, что он там нужен, и с ним будет вкуснее. Саша. Это ужас просто. Оля, так а зачем вы сахар добавляете? Потому что у меня очень много всяких рассолков. Потому что говорят, что рассолок. Они, конечно, были парились, но кислота осталась. Так вкус-то солянки должен быть соленой. Там не должно быть сладости. Я не люблю подавать пересоленные блюда на стол. Я сама никогда не добавляю сахара ни в какие блюда. И мне хотелось попробовать, что же изменится в солянке, если в нее добавить что-то сладкое. Ну, кисло-сладкое. Попробуйте. Как же это китайцы? Попробуй когда-нибудь готовить молча. Не могу. Как говорил известный кондитер Кьер Эрме, сахар это приправа. Так что мы делаем все правильно. Спасибо, Серж. Вы вот просто донесли мою мысль. Ну, если это кондитерское блюдо, тогда да. А тебя, Александр, грибная солянка должна волновать, а не моя мясная. А я... Так хочу, так и готовлю. Да, ради бога, да, пожалуйста. Делайте свой этот сахар. Ты забываешь, что у нас авторская кухня. Вот теперь я почувствовала, что мы на батле. Страсти накалились, эмоции закипели, как солянка в кастрюле. Пора бы выпустить пар и, наконец-то, накормить гостей. Шефы, мы очень сильно проголодались. Вы так все красиво готовите. Давайте быстрее накладывать, и мы уже будем пробовать. Потому что... Ну, желание гостя запомнили. Да? Да. Хочется, хочется. Да? Да. Да. Наливаем быстрее и украшаем. А мне мама говорила, загадывай желание, когда ты что-то новенькое пробуешь. Я знаю, сколько я загадывала. Ну, если все уже исполнилось. Серьезно? Да. Я надеюсь, после вашего кленового сока мое тоже исполнится. Приглашайте отпраздновать, когда оно исполнится. Потому что я так уж сегодня, как это, позволила себе загадать все, что хочу. Правильно. И предпоследний штрих у меня – это пудра из копченого бекона. Бью. Я увидела впервые пыль из подпеченого бекона. Теперь я знаю, куда девать недоеденные кусочки бекона. Все как всегда. У нас что там, крошка из бекона, домашний хлеб. Ну, сколько можно из передачи в передачу делать одно и то же. Оля подала гостям идеальную солянку на копченостях с томатами в собственном соку, каперсами, маслинами и ломтиком бородинского хлеба. Пробуйте. Сначала без сметаны. Сначала без сметаны, потом со сметаной. Господи. Благослови. Я уже… О, боже. Ксения, не надо так делать. Я всегда так делаю. Слушай, ну, мне кажется, должно пройти чуть-чуть время сейчас. Ксения, чтобы было вообще антуражное, я могу подойти, покачать тебе стопку, у тебя крошка была. Чтобы я привыкла. Вот я ожидала, что я сейчас вот сходу скажу, вау, круто, это вкус просто моей мечты. Вот. Но все-таки я еще недопонимаю. Ну, моей целью было сделать… Классику. Классику, да. В том понимании, как готовят ее все. Ну, и как лично я готовлю ее себе. Как я готовлю на работе, как я научила готовить поворот. Моя солянка сегодня доставила мне, в первую очередь, огромное удовольствие, потому что она получилась по вкусу именно такая, как я хотела. Чего-то, походу, мы сейчас сегодня поменялись. Ну, иногда же надо смену позиций делать. Саша, однако, не изменил себе и подал гостям традиционный огуречный суп с грибами. И хлеб, домашний хлеб с луком, льняным маслом и льняным семенем. Все просто. Очень грибной вкус. Очень. Очень. Ну, это за счет сухих белых грибов. Они как раз вот дают такой хороший насыщенный аромат. Я постоянно пробовал свой суп, и в конце уже, когда вот фактически выключил плиту, попробовал, и я понял, что да, суп. То, что вот то, что я хотел, то я и получил. Так хочется сказать, без пудры было бы не то. Я потом отсыплю немножко. Мне очень похоже на то, что родители в печке готовили, вот ты говоришь, огуречный суп. Юшка такая. Ну, да, вот они томились именно с грибами. И это очень, это как из детства. Мы на время. Мы удаляемся, а вы кушаете, принимаете экспертное решение, зовете нас, и мы... И выдаем подарки. Возвращаемся. Победители. Друзья, сейчас нам очень важная перед нами задача. Зоя, какой тебе понравился суп? Вот честно, мне очень понравился суп Саши, просто потому что... Саши зовут так же, как моего мужа. Нет, не поэтому, ну потому что вот это такой вкус, который у меня с детством с моим ассоциируется, и вот против этого не попрешен. Серж, а тебе? Мне понравился, конечно же, второй суп. Почему? Потому что он необычный. Это не солянка, это, ну, что-то бомбическое и космическое. Грибы на бомбическое. Но я выберу первый вариант, потому что, в моем понимании, солянка должна быть вот именно такой. А, вот так вот. То есть мне нужно сейчас собрать свое мнение, ваше мнение объединить, и еще сказать, кто победитель. Ты помнишь, что тебе с этим человеком как бы жить и спать на одной кровати. И стругать огурцы, так сказать, в солянку. Хорошо, ладно. Вот вы за кого болеете? За Олю или за Сашу? Я открою вам страшный секрет. Я за солянку. Ксения, я приглашаю тебя сюда озвучить свое решение. Хорошо. Конечно, я прям бегу-бегу и тоже возьму кое-что с собой. А кто-то унесет с собой в студии после меня. Друзья, это было очень вкусно. Необычно, классно. И мы очень рады. Ну, не знаю, как мы, но я очень рада сегодня была... Попробовать. Да, есть, есть с вами. И что точно, я выношу из сегодняшнего батла, что я буду есть солянку, пробовать ее в других местах, но все-таки, может быть, где-то будет, ну, похуже, чем у тебя. Я бы делала это насторожнее. Да, да. Но сегодняшнего победителя все-таки мы тут подвели наши, как-то, голоса, подсчитали. И победитель Саша. Я понял, что Ксении нравятся старинные рецепты. Я понял, что Ксении нравятся рецепты Беларуси. То, что делают со своими руками. Поэтому в процессе я специально готовил ночью хлеб. Он у меня растаивался, свой домашний, добавлял лук. То есть вот все эти мелочи, как я уже сказал, они, скорее всего, и сыграли на победу. Мы узнали вкус грибной солянки. И все наши пробующие сказали, что это вкус детства, как у бабушки. Чего-то такого из печи старинного. И вот Зоя сказала, что она может целыми литрами есть такой суп. Но осталось дело за малым. Найти хорошие белые грибы, да, и в больших количествах. Он был одновременно и соленым, и грибным. И это такое какое-то сочетание для меня удивительное и реально вкусное. Я сегодня не проиграла. Ну, вот честное слово, я не проиграла. Я приготовила то, что было вкусно мне. Я приготовила то, что за эфиром Зоя сказала, она бы ела просто каждый день. Я считаю, что я победила. В первую очередь для себя самой. Я специально взяла просто всяких продуктов от гастроэнтузиастов. Никому не буду выдавать, там, тебе или тебе. Вот, вы там определитесь, кто кому, там, сладенькое, там, одному, что-нибудь такое соленькое, другому. Подожди. Подожди, не спеши. Очень важно. От нас с пустыми руками еще никто не уходил. Ребята, идите к нам. Мы тоже хотели подарить тебе наши подарки. Это вот такой фарбук. Поставим на память. Вау! Будешь готовить вспоминать о нашей передаче, о нашей встрече. Я думаю, мы еще увидимся не один раз. Я хочу померить, здрасте. Вот такие вот экологически чистые мешочки. Это прекрасно. И лук там. Ух ты! Это очень круто. Я вот хотела с фасолью. Да. Да. Очень удобно высыпать. И наша соль и книга, это наши рецепты. Можешь смотреть. Десять для любимых. Шикарно. И по ним готовить. Шикарно. И тут еще можно подписывать. Что-то, да, какие-то пометки делать. Друзья, спасибо вам огромное. Все. Подержишься экологическими мешочками. Мы посмотрим, кому что. Да. Дорогие зрители, мы с вами прощаемся. К нам придут новые гости. Мы будем готовить новые интересные блюда. До новых встреч. АПЛОДИСМЕНТЫ После этой передачи я сделаю солянку самостоятельно дома. Все так слушают, будто бы я Нобеля получаю, если честно. А говорю про какую-то... С Ксюшей мне понравилось все. Особенно. Как мы готовили печенье, вообще шикарно. Но после программы я полагаю, что вся солянка уйдет в моей любимой съемочной группе. Все неравнодушные к солянке объединяйтесь в наших социальных сетях. И обязательно напишите, какую солянку вы будете есть. АПЛОДИСМЕНТЫ